Музыка Музыка Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Как вы как тренер оцениваете игру своей команды? На что наиграли пока, я считаю, медали завоевали на этом турнире, значит успешно. Какие пожелания, какие планы для турнира, для своей команды? Ну, чтобы этот турнир был, конечно, как ежегодный и популяризировал хоккей детский, чтобы все хотя бы понимали, что такое хоккей и больше детей привлекались в этот вид спорта. А пожелания все-таки организаторов подобных турниров, что бы вы пожелали? Чего не достается именно в этом турнире? В этом? Ну, я не знаю, в этом вроде как, ну, команд еще парочку можно, и я думаю, больше игр было бы, больше азарта было бы. А так, если бы было таких больше турниров, я думаю, что все-таки дети бы знали, что такое хоккей, и родители, и дети. Удался, отлично. Всем спасибо организаторам. Какая вы команда? Крижинка. Кто ваш тренер? Альсандр Павлович. А теперь рассказывайте, а за что вам дали награду? За то, что мы хорошо играли матч. А что значит хорошо играли? Кто больше всех голов забивал? Наверное, вы нападающие? Я в 2-й пятерці, и мне дали цей кубок за то, что я кинул в поворотах, как мой тренер и просил, что я и старался на поле. И еще, что я очень-очень хотел забить гол. Я забывал голы, и добрый грав, потому что мы сыграли в Сухую, я не пропустил, мне 2 нога гола. Молодцы ребята, понравился турнир? Да. Приедете еще? Да. Наждуйтесь лучше, какое место хотите занять? Первое. Все, вот это. Ну так, иди сюда. Зачем ты бежишь на его край и спотыкаешься на фотосаппинг? Представим, что саппингом на фотосаппинг, как тот в фотосаппинге. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем. Вы уже не первый раз участвуете в турнирах хоккейной Украины. Что дает вашим воспитанникам участие в подобных турнирах? Ну, отвечу прямо на ваш вопрос, конкретно по участию детей в турнире. Чем это полезно? В первую очередь полезно тем, что дети в короткий промежуток времени, но интенсивно и много получают информации о хоккее. Они находятся в хоккейной среде. То, чего нет у себя в городе, когда товарищеские игры, одна игра сыграна, неделя тренировок, одна игра сыграна. Здесь же за несколько дней 4-5 игр может пройти, и, соответственно, все эти дни дети постоянно находятся, они впитывают себя как губка, и с каждой игрой они растут. То есть, если там они сыграли, что-то забыли, что-то отложилось, то здесь они сыграли, и им нужно исправлять свои ошибки уже по ходу турнира. Это вот именно этот момент, что очень много они живут хоккеем в эти два дня. То есть, очень много информации, сжатые сроки, и они растут быстрее именно на турнирах, в играх. Мы стараемся не только играть в товарищеские игры, но и участвовать в турнирах. А скажите, какая должна быть интенсивность турниров для того, чтобы это была полноценная подготовка хоккеистов? Я могу в этом вопросе опираться на свой опыт, и, как бы, общаясь с тренерами, знаю, что в среднем, в среднем, за учебный год, это в среднем 4 турнира. Это осень, зима, и обычно весной, в конце года еще один-два турнира. То есть, 4 турнира, мне кажется, это 3-4 турнира, это оптимальный вариант. Мы в молодость часто играли в 6 команд, играли 5 игр, это 3 дня. То есть, первые два дня по 2 игры, и последний игровой день одна игра. То есть, это было сейчас уж с целью экономии времени, средств, сокращают время турниров, насколько я понимаю, да, и, соответственно, расходы родителей, меньше расходов родителей на турнир, можем больше позволить играть, ездить на турниры. Поэтому бывает, играют 4 игры за 2 дня, да, вот как здесь. Поэтому все идет к оптимизации, так, финансовых, так сказать, средств. Дети должны расти, они должны учиться в первую очередь. В этом возрасте, чем младше они находятся, важнее играют роль не результаты, как такового, а отображения в игре, наработанных на тренировках навыков и умений. То есть, каждая игра – это итог проделанной работы. То есть, игры, все-таки игровой процесс в младшем возрасте имеет второстепенное значение. Второстепенное значение имеет тренировочный процесс. Мы отыграли, мы что-то выучили, мы должны это показать. Так я отношусь. Поэтому главное, чтобы дети показывали то, чему они учатся, проявляли себя. Дети должны показать для себя, в первую очередь, да, что он может, он научился. Если он это поймет, у него будет больше мотивации. Вот я это сделал, значит, я молодец, у меня еще больше желания будет еще чему-то научиться, еще повторить это. Понимаете? То есть, вот на это надо делать. Ваши портали поразил всех. Реально уникальность. Планомерная работа. Мы работаем не только с полевыми. У многих команд есть ошибка в том, что как тренер, он нацелен на полевых игроков. Я как полевой, поэтому я изначально, когда брал свой возраст, я изначально знал, кого я приглашу на работу с вратарями. Допустим, это может дополнительный средство, дополнительные растраты, но вратари это полкоманды, поэтому для них нужно создавать условия в коллективе, как тренировочные, так и игровые процессы. Процессы под них подстраивать. Планомерная работа. Дальше на лозах до днём. Кази Артем. Командарь шерстник. А еще будем тренери. Петиції, приятный газ, который по дному поводу для наших прекрасных папаи. Погласил. Продолжение следует... Продолжение следует...